Девушки отдыхают Потом я использую компост Я знаю, знаю! Ты сажаешь семечко в землю, засыпаешь компостом и из него вырастает дерево Хо-хо! Да, Пеппа! Кстати, о деревьях Идем, поможем бабушке Она собирает фрукты в саду В каком саду? Здесь растут фруктовые деревья Этот сад у нас с тех пор, как я была поросунком Здравствуй, бабушка! Бабовка! Поможете собирать яблоки? Да, бабушка! Ой, яблоки слишком высоко! Ничего, Пеппа! Бабушка с дедушкой знают хитрость, как собирать яблоки Беритесь все за дерево! На счет три трясите его изо всех сил! Раз, два, три! Дождь из яблок! Бабушка, а можно нам взять яблоко? Конечно, Пеппа! Ммм, как вкусно! А можете угадать, что мы делаем с сердцевинами? А... Червяки! Правильно! Сердцевины яблок бросают червям в компост Умница, Джордж! И червячки тоже умные! Медсестра Сюзи приехала И сестра Сюзи говорит Это не страна динозавров Это больница А в больнице должны быть чистота и порядок Спальня больше не страна динозавров Это больница Я очень важный доктор Этот динозавр болен Согласна, доктор У него очень больной зелёный цвет Он должен лечь в постель А этот динозавр очень фиолетового цвета Да, доктор Он тоже должен лечь в постель Динозавр! Тишина в больнице Спальня больше не больница Теперь это железнодорожная станция Нет-нет! В стране фей не бывает поездов О, теперь это страна фей В стране фей разрешено только красивое Что тут за плач такой? Джордж и Ричард хотят играть в динозавров и поезда А мы хотим играть в больницу и в фей Я вижу, дождь уже перестал И что? А то, что вы все можете играть на улице Но они любят игры для маленьких мальчиков А мы любим игры для больших девочек А что можно обычно найти в саду после дождя? Грязные лужи! А для чего нужны грязные лужи? Чтобы в них прыгать! Прыгать по грязным лужам любят все И большие девочки, и маленькие мальчики Давай автобус! Ты сможешь! Школьный автобус добрался до Замка Ветров Теперь все могут наслаждаться пикником Воды! Воды! Какой чудесный жаркий день! И такой приятный способ собрать деньги Воды! Воды! Папа-свин добежал до магазина От бега ему очень хочется пить Посмотрим в подзорную трубу Я вижу папу! В подзорную трубу все кажется ближе Ой, он бежит не очень быстро Папа-свин добрался до гаража дедушки пса О, все! Я больше не могу! Папа остановился! Вижу, тебе жарко! Тебе нужно чем-то охладиться И набраться сил Возьми фруктовый лед Спасибо, дедушка пес Это приятно О, оса! Кыш, кыш! Уйди, насекомое! Оса хочет, чтобы папа поделился с ней Нет, это мой фруктовый лед Папа снова побежал! Ой, как быстро! Ура! Отстань! Отстань! Вы можете остановиться, папа-свин Нам хватит денег, чтобы починить крышу Папа-свин оторвался от осы Молодец, папа-свин Вы столько пробежали, что и на новый школьный автобус хватит Спасибо, папа-свин! О-о-о! Всегда рад помочь Бабушка-свинья слушает Алло! 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 Нужно как-то передать сообщение нашей бабушке А-а-а! Сообщение бабушке! Полли может полететь к бабушке Хорошая мысль, Пеппа А я научу Полли, что говорить Дедушка-свин говорит Дедушка-свин говорит На помощь! На помощь! На помощь! На помощь! Видите? Проще простого Дедушка-свин говорит проще простого Ты глупая старая птица Ты глупая старая птица Здравствуй, Полли! Что ты здесь делаешь? Дедушка-свин говорит Что говорит дедушка-свин? Ты глупая старая птица! На помощь! На помощь! Какой кошмар! Дедушке нужна помощь! Дедушка-пёс! Здравствуй, бабушка-свинья! Дедушке-свину нужна помощь! Пожалуйста, спаси его! Натан, я буду счастлив! Ура! Эй, на корабле! Вас нужно спасти, капитан! Эээ, может быть! Ты хочешь, чтобы моя ржавая старая лодка спасла вас? Да, пожалуйста, дедушка-пёс! Лови, капитан! Есть, кипер! Дедушка-пёс – самый лучший друг дедушки-свина! Бабушка, Полли сказала тебе, что нам нужна помощь! Да, Полли очень умный попугай! Скажи, я умный попугай! Я умный попугай! Все готовы? Готовы! Поехали! Быстрее! Быстрее! Джордж еще маленький для карусели. Он качается на качелях. А вот крольчиха Ребекка и ее младший брат Кролик Ричард. Всем привет! 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 Можно мне тоже на карусель? Залезай, Ребекка. Давайте очень-очень быстро. Кролик Ричард тоже хочет на карусель. А, но с Ричардом нельзя будет кружиться быстро. Ричард может поиграть с Джорджем? Ричард, хочешь поиграть с Джорджем? Нет. У Джорджа есть динозавр, как у тебя. Пойдем посмотрим. Кролик Ричард и Джордж ровесники. Ричард хотел посмотреть динозавра. Динозавр. Джордж, дашь Ричарду своего динозавра? Нет. Ричард, дашь Джорджу своего динозавра? Нет. Джордж и Ричард не хотят отдавать свои игрушки. Джордж, вместе играть будет куда веселей. Какой ты добрый, Джордж. Динозавр! Джорджу не нравится делиться. Ричард, а ты дай Джорджу своего динозавра. Ричарду тоже не нравится делиться. Почему все плачут? Джордж и Ричард всегда плачут, когда играют вместе. Они еще не умеют играть как следует. А вы можете показать им, как надо играть? Конечно. Мы можем вместе делать куличики. А что она может? Капсула времени покажет людям в будущем, как мы жили. Как? Мы сложим разные вещи в коробку и закопаем ее на школьном дворе. А она вырастет? Нет, Сюзи. Она пробудет в земле много-много лет. О-о-о! Ну, что мы в нее положим? Журнал! Хорошо, Пеппа. Музыку? Хорошо, Сюзи. Игрушка! Бронетку! Марки! Морковку! Ты любишь морковку, правда, Ребекка? Да. Эти вещи прекрасно покажут, как мы жили. Мадам Газель, а каким будет будущее? А ты как думаешь, каким? Думаю, в будущем я поселюсь на Луне. А друзья будут навещать меня. А я полечу в ракете. Привет! Привет! А теперь запишем послание людям будущего. Поздоровайтесь с будущим! Привет, будущее! Вы, наверное, живете на Луне, да? А по праздникам на Марсе. И летаете на ракетах. Прекрасно! Уже пора домой. За всеми пришли родители. Мама, папа, мы сделали капсулу времени. А, папа-свин, вы как раз поможете нам выкопать яму. О, динозавр. Подарок для Джорджа – это поход в музей динозавров. А, эти глупые динозавры. Динозавр! Не пугайся, Джордж. Он не настоящий. Это же робот. Смотри, встаем на крестик и... А теперь еще один сюрприз. Это же друзья Джорджа и Пеппы. Сюрприз! Мама-кральчиха приготовила для Джорджа торт. Кто угадает, на что похож мой торт? На динозавра. Точно? А как ты догадалась, Пеппа? Сюрприз, Джордж! Есть еще один сюрприз. Все за мной. Что же это такое? А ты как думаешь, Пеппа? Я думаю, что-нибудь связанное с динозаврами. Ой, что это? Хе-хе-хе, это нужно накачать. Я знаю, знаю! Надувной замок! Пеппа любит надувные замки. Это же для Джорджа. Он на динозавра совсем не похож. Хе-хе-хе, а вот и похоже. Надувной динозавр. Ура! Хе-хе-хе! Ай-хе-хе-хе! Джорджу понравился надувной динозавр. Всем понравился надувной динозавр. Хе-хе-хе! С вас дома! С днем рождения, Джордж! Хе-хе-хе-хе! Однокрасную мне... А Джорджу... Инни! Хе-хе-хе! Ням-ням! Вкусно! Смотрите, солнце появилось! И смотрите, что еще появилось! Радуга! Пеппа и Джордж любят радуги. Радуга появляется, если одновременно идет дождь и светит солнце. О-о-о! В ней есть все наши любимые цвета. Да! Красный, оранжевый, зеленый и синий! Хе-хе-хе-хе! А знаете, что можно найти на конце радуги? Нет! Там можно найти клад! Ой! А мы поедем искать клад! Сейчас! Ладно! Кажется, конец радуги на соседней горе! Поехали! Дождь и солнышко опять Вышла радуга играть Радуга, радуга Красный, оранжевый, желтый, зеленый, лиловый и синий Радуга, радуга Вместе солнышко и дождь Приехали! Ой! А куда делась наша радуга? Она перешла на другую гору Ты шалунья, радуга? Скорее! Поймаем ее! Радуга, радуга Вместе солнышко и дождь Хе-хе-хе! Дождь перестал! И радуга пропала! А вот Пеппа и ее семья в своей машине Привет, Дэнни! Привет, Пеппа! Чем мы можем вам помочь? Вот бензин, насосы для шин и новая автоматическая мойка Ээээ, два фруктовых мороженых Оу, конечно! У дедушки-пса продается много всего, даже мороженое Хе-хе-хе-хе! До встречи! До встречи! До встречи! Люблю нашу машину! Хе-хе! Она нас тоже любит! Ту-ду! Хе-хе-хе! Ай-яй-яй! Машина остановилась! Это плохо! Не заводится! Так-так, позвоню дедушке-псу Дедушка-пёс слушает Помогите, у нас сломалась машина Дэнни, у нас спасательная операция! О-о-о! Скорей на помощь! Скорей на помощь! Бон, это Дэнни и дедушка-пёс! Ура! Дедушка-пёс знает о машинах всё Хе-хе! Плохо дело! Нет, просто кончился бензин! Что же делать? На моей станции полно бензина! Я вас отвезу! Дедушка-пёс везёт машину на станцию Дедушка-пёс заправляет машину бензином! Спасибо, дедушка-пёс! А вот овечка Сьюзи с мамой в своей машине! Привет, Пепа! Привет, Сьюзи! У нас кончился бензин! Дедушка-пёс нас спас! Ух ты! Это здорово! До встречи! До встречи! До встречи! Это очень здорово! Да! Ну что же мне показать? Кэнди, какой у тебя талант? Скакалка! Я собиралась прыгать через скакалку! Но я ещё могу станцевать или даже спеть! Мой талант – это пение! Мерцай, мерцай, моя звезда! Я всё ещё могу станцевать! Овечка Сьюзи, какой у тебя талант? Танцы! Нет, ты не можешь танцевать! О, боже! Танцы были последним талантом Пепе! Мне так приятно, что каждый из вас показал нам какой-то новый, особенный талант! Так, кто у нас остался? Пепа? Я собиралась скакать или петь или танцевать, но эти таланты показали! Талант может быть каким угодно, Пепа! Только смотри телевизор, не талант! Подумай о том, что тебе очень нравится делать! Придумала! У меня есть талант, который мне очень хорошо удаётся! Интересно, о каком таланте вспомнила Пепа? Мой особенный талант – это то, что я умею лучше всех на свете! Я люблю прыгать вверх и вниз по грязным лужам! Пепа обожает прыгать вверх и вниз по грязным лужам! Все обожают прыгать вверх и вниз по грязным лужам! ДЕЛЬФИН 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 Дельфина приехала в детский сад Пеппе. Мадам Газель, это моя французская подруга, ослик Дельфина. Бонжур. О, бонжур, Дельфина. Вчера вечером Дельфина пела красивую французскую песню. Мы можем научить её английской песне? Может быть, песни Бинг-Бонг? Да, спойте мне песню Бинг-Бонг. Это полезно для моего английского. Хорошо. Мы мелодию играем, песню весело поём. Это Бинг, это Бонг, это Бинг. Бонг 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 Б Вот они. Спасибо. А старое кресло вам случайно не пригодится? Ого, какая щедрость. До свидания. До свидания. Мама, а как же папина кресло? Тихо. Ничего, он не заметит. Сегодня день распродажи. Привет. Привет, мисс Крольчиха. Пеппа, как тебе это кресло? Оно потрёпанное, но его можно порубить на дрова для камина. Это антивуриат. Разве? Папа говорит, оно ценное. Правда? Ну надо же, надо поднять цену. Пока. Всем привет. Привет, Пеппа. Ты что отдала, Сюзи? Я докторский костюм. Я надувного попугая. А я игрушечную мартышку. О-о-о. Я буду скучать по Джеку-попрыгуну. Можно мне купить Джека-попрыгуна? А мне докторский костюм. Мне надувного попугая. Мама, мама, вот что мы купили. Это же ваши игрушки. Мы соскучились. А вот что я купил. Антикварное кресло. О, папа-свин. Оно не антикварное. Ты что? Мне сказала мисс Крольчиха. Совсем как у нас дома. Да, папа. Потому что... Тссс, Пеппа. Это и есть то кресло. Что? Но мисс Крольчиха попросила за него так много. Отличная новость. Мы набрали денег на новую крышу для школы. Ура! Спасибо, папа-свин. Хе-хе-хе. На здоровье. Мяу. Но раз он не может играть ни в динозавра, ни в мяч, что же он может? Он может есть и спать. И еще это. Тетя-свинка, можно я подержу его? Да, подержи Александра, только осторожно. Александра? Да, это его имя, малыш Александр. Какое большое имя у такой крошки. Он такой славный, хоть он и мальчик. Ой, что за запах? Может, ему нужно сменить подгузник? О, что за гадость? Пеппа, в детстве ты тоже носила подгузники. Неправда. Мама, можно мне поиграть с Пеппой и Джорджем в саду? Да. Глови, хорошо иметь младшего брата? Да. Александр такой милый. Вот бы и Джордж был таким малюсеньким. Знаю. Джордж может притвориться малышом. Полезай в кукольную коляску. Отличная идея. Нет. Джордж не хочет быть малышом. Джордж, если притворишься малышом, я никогда не буду тебя обижать. Джордж задумался. И можешь играть в мои игрушки. Джордж задумался всерьез. А дома можешь играть в мои игрушки. Джордж решился. Какой славный малыш. Это кошка Кэнди, Алишка Сюзи, Ребекка и Зебра Зонда. Привет. Почему Джордж в кукольной коляске? Это не Джордж. Это наш малыш. Нет, это Джордж. Он только притворяется маленьким. Мистер Пони Окулист. Привет, Пепа, садись-ка. Ну, чем я могу помочь? Проверьте мое зрение. Пожалуйста. Хорошо. Надень-ка эти очки и посмотри вот сюда. Мистер Пони проверит зрение Пепы. Ну-ка, назовите буквы вслух. Ладно. Эй, би, си, ди, е, эф. Так. А теперь цифры. Один, два, три, четыре, пять, шесть Прекрасно Назови эти цвета Красный, зеленый, оранжевый, синий, желтый, фиолетовый Чудесно! Пока я все проверяю, хочешь выбрать очки? Да, хочу Может, вот эти, Пеппа? Они смешные Ну да, а как тебе эти? Какие большие? Ну а эти? Ух ты, они мне нравятся, мама Да, Пеппа, тебе очень идет Мне очень идет Есть новость, у Пеппы отличное зрение Ой, и мне не нужны очки Нет Но мне ведь так хотелось О, хм, а как насчет солнечных очков? Да, солнечные! На, примерь Хи-хи-хи Очень идут Хи-хи-хи Надеюсь, когда будет солнце Я буду носить свои очки Джордж простудился Сегодня идёт дождь Пеппа, Джордж, наденьте дождевики Во время дождя Пеппа и Джордж всегда носят дождевики Джордж не хочет носить шапку Джордж, ты должен надеть шапку Зачем? Затем, чтобы не промокнуть Зачем? Чтобы не простудиться Зачем? Джордж, ты хочешь идти гулять? Джордж, не снимай шапку Бежим, Джордж! Пеппа и Джордж будут прыгать по лужам Джордж не хочет носить шапку Пеппа, Джордж! Скорее домой Дождь слишком сильный, чтобы гулять Где же твоя шапка, Джордж? Ачхи! Джордж простудился Ачхи! О, бедняжка Джордж Как ты чихаешь Ничего, я вызову доктора Медведя Доктор Медведь слушает Ясно Пускай ляжет Скоро приеду Спасибо, доктор Медведь До свидания Джорджа заберут в больницу И дадут лекарство Нет, Джордж просто пойдет в постель О, значит Джордж не по-настоящему болен Ачхи! Фу, какая гадость Бедняжка Ну-ка пойдем в постель Джордж, тебе нельзя вставать Не-а О, оса! Я боюсь ос Кыш! Не бойся, мама свинка Подумаешь, оса Улетай отсюда! Стой спокойно Она и улетит Вот видишь Надо просто постоять Эй, улетай Кыш! А-а-а! На помощь! Кыш! Отстань от меня! Надеюсь, она не ужалит папу А-а-а! Отвяжись, насекомое! Нет, осе ни за что Не догнать нашего папу свина А-а-а! Давайте есть Пока оса не вернулась О, нет, мы совсем забыли про уток Кажется, отстала Ты сказал, что хочешь побегать Но я думала, ты это не всерьез К счастью, мне удалось спасти свой кусок пирога Стой, папа! Ты обещал оставить уточкам Вам очень повезло Скажите спасибо папе свину На здоровье, уточки! Пора домой Прощайтесь с уточками Пока, уточки! Скоро увидимся! Пошли, будем играть! Да, давайте играть! Пеппа любит прыгать в грязных лужах! Джордж любит прыгать в грязных лужах! Мама-свинья любит прыгать в грязных лужах! Ну вот! Мама, мы забрызгали грязью папину футболку! Ничего, мы ее выстираем! Она быстро выстирается! Папа не узнает, что она была грязной! Поищем, что еще можно положить в машину! Ой, и мое платье испачкалось! Мама-свинья и Джордж тоже нашли вещи для стирки! Молодец, Джордж! Мы кладем одежду сюда! И потом включаем машину! Стиральная машина заполняется горячей мыльной водой! Плюх! 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 Ага! От стиральной машины вся комната трясется! Ой! Ой, Пеппа, а где твое платье? Я стираю его! Что? О, нет! Смотри, мама! Мое красное платье такое чистое! Да, Пеппа! Ну, посмотри, что она сделала с другими вещами! Ну вот! От красного платья Пеппы вся белая одежда стала розовой! Розовый цвет не годится для футболки! У Пеппы парусник! Он плавает из-за ветра! Мой кораблик плохой! Он не плавает! Просто сегодня нет ветра! Может, ему нужно помочь? Сейчас я подую посильнее, и он поплывет! Ура! Как быстро плавает! Пеппе нравится парусник! Это подружка Пеппе, овечка Сьюзи! Всем привет! Привет, Сьюзи! Мы запускаем кораблики! А у меня катер! Он заводной? Нет, на батарейках! Катер Сьюзи плавает на батарейках! Замечательный катер! Прости, уточка! Это щенок Дэнни и дедушка Пес! Всем привет! Привет, Дэнни! Дедушка сделал мне пароход! О-о-о-о! Ух ты! Просто чудо! Как он плавает! Из-за пара! Нажимаем рычажок! О-о-о! Какой чудесный пароход! Это крольчиха Ребекка с мамой! Всем привет! Привет, Ребекка! Мы пускаем кораблики! Был бы у меня кораблик! У Ребекки нет кораблика! У меня есть идея! Не зря я взял с собой газету! Мне нужен один лист! Какого листа не жалко? Новости? Спорт? О-о-о! Мода! Только не про моду! Ладно, возьмем про бизнес! Когда я был порощёнком, то складывал газету вот так! А это опасная игра! Нет, Педро! Дедушка Пёс обещал мне, что игра будет совсем не опасной! О-о-о! Зато она увлекательная! Ну, кто хочет играть? А-а-а! Тогда вот наш план! Когда-то у меня была гора золота, она была моей по праву! Но меня ограбил злобный капитан Боров! Что? Пиратскую речь иногда довольно трудно понимать! Капитан Боров забрал моё сокровище! О-о-о! Так знайте, что капитан Боров – это страшный пират! Кое-кто из вас мог слышать о нём, как о дедушке-свине! А-а-а! Дедушка Рин! Игра в том, чтобы найти убежище капитана Борова и вернуть сокровище, и нас не должны поймать! Ура! Все очень рады, что сыграют в пиратскую игру! Алло, дедушка-свин, мы уже едем! Очень хорошо! Очень хорошо! Дедушка-свин и попугай-полли охраняют сокровище! Да будет чёрный галлион быстрым, и пусть ветер дует нам в спину! А что это значит? Бегом к кораблю! Йо-о-о! Ис-а-о! Осторожно! Спасательные жилеты! На корабле дедушки-пса все должны быть в спасательных жилетах! Этот подлый пёс-борода уже должен был приехать! Выпей чашечку чая, дедушка-свин! О-о-о! Спасибо, бабушка-свинья! Наконец-то! Готовый к плаванию! Мистер Пёс-борода! Мне очень нужно в туалет! И мне! И мне! И мне! И мне! И мне! Что же они так задерживаются? Вы держали эту книгу десять лет! Стыдно, папа! Простите, мисс Кролик! Ничего! Теперь вы можете взять другую книгу! Мисс Кролик! А нам с Джорджем можно взять книжку? Да! Детский отдел находится вот здесь! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Ой, смотри! Феи! Цветы! Красивые платья! Му-у-у! Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Дэнни! Я беру книгу про футбол! Хе-хе-хе! Здравствуй, Пеппа! Здравствуй, Сюзи! У меня книга про медицинских сестёр! Му-у-у! Джордж выбрал книгу про динозавров! Динозавр! Смотрите, что я нашёл! Новые приключения в мире бетона! А вот рыжая обезьяна! Только не рыжую обезьяну! Она скучная! Это другая книжка, может она интереснее Спорю, что нет Жила-была рыжая обезьяна Она приняла ванну, почистила зубы и легла спать Нет, она прыгнула в ракету и полетела на Луну У неё был пикник с динозавром Она плавала под водой и поднялась на самую высокую гору Это был интересный день Конец Ого, прочитай ещё раз Мы можем взять её и почитать дома, Пеппа Но я хотела взять эту книгу или эту Ты можешь взять три книги, если хочешь, Пеппа Да, пожалуйста Но ты должна вернуть их вовремя Да, мисс Кролик И вы тоже не забудьте вовремя вернуть свою книгу, папа-свин Я напомню, чтобы папа не забыл Да, Пеппа, я уверен в этом А сколько он стоит? С вас сто долларов, пожалуйста Хе-хе-хе Такая тяжёлая работа Папа, у тебя был трудный день? Да, я очень много работал Мы тоже очень много работали Мы были продавцами Трам-там-там-там-там-там-там Потому что мы с Джорджем закончили свою работу Правда, Джордж? Мы все закончили работу, так давайте играть К нам приезжал доктор Медведь и лечил нас Он дал нам невкусное лекарство Мадам Газель, теперь вы споёте песню? Конечно, Пеппа У Поли была кукла Кхе-хе Кхе-хе Ну вот, все взрослые заразились кашлем от Педро Доктор Медведь слушает Это свинка Пеппа Все взрослые заболели Не волнуйся, Пеппа, я уже еду Здравствуйте, заразились кашлем от Педро Хорошо, встаньте в ряд и откройте рот Как заборной крем со старыми носками Спасибо, что вы лечите нас, доктор Медведь А кто лечит вас, когда вы болеете? Меня никто не лечит, я никогда не болею Ну вот, доктор Медведь заразился кашлем Педро Не волнуйтесь До свидания До свидания Бедный доктор Медведь, он заболел И о нем некому позаботиться Кто это может быть? Здравствуйте, мы пришли позаботиться о вас Вот вам фрукты И подушки А вот ваше лекарство Фу, как будто заварные носки со вкусом джемового йогурта А вот песня, чтобы вам стало лучше Масло может закончиться? Нет Компьютер всегда предупреждает заранее Масла нет Ну вот Хорошо, что у меня есть запасная канистра масла Молодец, папа Просто зальем масло в двигатель и... Что случилось? Здесь ничего нет Двигатель исчез Это мама овца с овечкой Сьюзи Здравствуй, Сьюзи! Здравствуй, Пепа! Мы двигатель потеряли Двигатель потеряли? Да Он полностью исчез Я хотела бы помочь, но я ничего не знаю про двигатели Наверное, я скажу глупость, но это похоже на двигатель А, да Молодец, что нашла его, мама овца У трейлера двигатель сзади Вот Теперь масла хватит Спасибо, мама овца Не за что Хорошего вам отдыха Мы скоро приедем Поднимитесь на следующую гору Вы прибыли на место назначения Ура! Пора спать А где мы будем спать? Мы с мамой будем спать на этой кровати А вы будете спать наверху Но здесь нет никакого верха Смотрите Крыша трейлера поднимается Трейлер похож на маленький дом Хе-хе-хе-хе Пока мы на отдыхе Это и есть наш маленький дом Хе-хе-хе-хе Спокойной ночи, мои свинки Спокойной ночи Спокойной ночи Хе-хе-хе А вот и тетушки с дядюшками Хе-хе-хе От нашего пикника ничего не осталось Утки, скажите спасибо папе-свину Хе-хе-хе Всегда рад помочь Хе-хе-хе Мне нравится страна уток Хе-хе-хе Пора ехать домой Интересно, какая дорога самая короткая Поезжайте прямо вперед в реку Ой, ты уверена? Да Съезжайте в реку Но мы не сможем ехать по реке Да Она говорит глупости Пожалуйста, нажмите синюю кнопку Трейлер въезжает в реку Наш трейлер превратился в лодку Этого я не ожидал Добро пожаловать в автомобиль будущего Смотрите, это дедушка-пес и мой друг Дэнни Эй, на корабле Эй, на корабле Мы плывем по реке на трейлер своем Хе-хе-хе Поднимитесь на следующую гору Вы прибыли на место назначения Мы дома Спасибо за чудесный отдых, миссис Трейлер Хо-хо Всегда рада помочь Хе-хе-хе-хе Отдых это очень хорошо Но еще приятнее вернуться в наш домик Спокойной ночи, мои поросятки Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи